Зачем Альмадавар проплыл по волнам усталой памяти? Зачем Альмадавар проплыл по волнам усталой памяти? Антонио Бандерас с наградой Каннского кинофестиваля. Фото. Global Press.com Леонид Павлючек, кинообозреватель труда все статьи автора. Из номера 041 за 14 июня 2019 года опубликована полночь 6 14 июня 2019 года. Версия для печати отправить по почте. На экраны выходит новый фильм Альмадавара. На наши экраны выходит 22-й по счету фильм Альмадавара. Киноманам не надо объяснять, кто такой Педро Альмадавар Кабальера. Знаменитый испанский режиссер давно стал легендой европейского и мирового кино. Дважды удостаивался премии Оскар, дважды получал золотой глобус, у него 4 национальные премии ГОЭ. Его фильмы не раз побывали в Каннах. Он увозил оттуда призы за лучший сценарий, возвращение, и лучшую режиссуру, все о моей матери. Но золотая пальмовая ветвь ему до сих пор так и не обломилась. Казалось, что с картиной Болеслава, которая считалась едва ли не главным фаворитом недавно закончившегося Каннского кинористалища, ему этого не миновать. Но не случилось и в этот раз. Почему? Фильм Болеслава рассказывает историю некогда знаменитого испанского режиссера Сальвадора Майи, Антонио Бандерас, который в свои 60 с хвостиком переживает творческий, душевный и возрастной кризис. Былую славу он давно пережил, дух его, похоже, сломлен, а боль с некоторых пор стала его постоянным спутником. У Сальвадора болит голова, но это оперированная спина, его донимают депрессия с бессонницей, ему трудно глотать пищу и даже сок. Сальвадор не может уговорить себя взяться за новый проект, но и без творчества свою жизнь не представляет. Замкнутый безвыходный круг. Все меняется после встречи Сальвадора с актером Альберто, а Сьерре Чиандио, снимавшимся у него 30 лет назад. Тот, в отличие от добропорядочного буржуа Сальвадору, живущего в роскошной, набитой картинами и дорогим антиквариатом квартире, эти сцены снимались в жилище самого Альмадавара, так и ведет праздную жизнь престарелого хиппи. Подзарядившись у него разок другой сигаретой с наркотой, наш герой на время избавляется от боли и вместе с сигаретным дымом пускается в путешествие по волнам своей памяти. И обретает в этом ностальгическом паломничестве истоки для нового творческого рывка. Сальвадор вспоминает убогую жизнь в бедняцкой глиняной землянке, пронизанной щедрым испанским солнцем. Работящую мать, Пенелопа Круз, самоотверженно пытающуюся вытащить семью из нищеты. Первое пробуждение сексуального желания, повергшее его в глубокий обморок. Уроки пения в церковном хоре, просмотры фильмов на экране под открытым небом. Наконец, свою первую любовную связь. Разумеется, однополую Альмадавар никогда не пытался скрывать от общественности свою гомосексуальность. Легко понять по этим и некоторым другим эпизодам, что Альмадавар предлагает нам вариант автобиографического фильма. Этакую испанскую версию феллиниевского Амаркарда, что, напомню, переводится с итальянского как я вспоминаю. А творческие муки опустошенного творца, не знающего, о чем и зачем снимать новый фильм, вызывают в памяти другой шедевр итальянского режиссера 8.1.2. Примерно между этими творческими, эстетическими полюсами Альмадавар разворачивает свое пестрое автобиографическое повествование. Не содержащее, как на мой небезгрешный вкус, италики той интеллектуальной и образной энергии, что бешено клокотало в фильмах великого феллини. Перед нами постаревший, в сентябре ему исполнится 70, усталый, но пытающийся изображать творческую бодрость Педро Альмадавар, похоже, переживший, как его экранный герой, свои лучшие дни. Смею думать, что боль и слава для него не откровение, а лишь крепкий, мастеровитый само повтор. Признание режиссера в любви к своей матери мы уже видели в других фильмах Альмадавара «Все о моей матери», «Возвращение», но только в куда более трепетном, пронзительном исполнении. Его детские страхи уже были отражены и обнажены в дурном воспитании, но только куда более объемно. А творческие муки режиссера вкупе с однополыми любовными переживаниями нашли достаточно полное отражение в законе желания первой части его автобиографической трилогии. Что касается физических страданий героя, и, надо думать, автора, со скрупулезным педантизмом отраженных в фильме, то они напоминают, извините, сетование престарелых пенсионеров, перетирающих на заваленке, в испанском варианте в уличном кафе, свои возрастные болячки. Полный анамнез всех заболеваний главного героя, его унылые походы по врачам, постановка и уточнение диагнозов эти сцены, подозреваю, способны вызвать у молодых зрителей несносную скуку, а у наших зрителей постарший зависть к возможностям испанской медицины, которую не коснулась оптимизация в ее российском варианте. Словом, никакой золотой пальмовой ветви, которую прочили Педро и Альмадавару некоторые экзальтированные критики, говорить в данном случае не приходится. Даже с учетом предстоящего в сентябре юбилея Педро и Альмадавара, творческая деятельность которого, разумеется, достойна всяческих наград. Но не в этот раз и не за этот фильм. Так что спасибо международному жюри во главе с мексиканским режиссером Алихандро Гонсалеса Миньериту, которая появила в Каннах взыскательность, отменный вкус и трезвость мышления. Призал лучшую мужскую роль Антонио Бандерасу, который вместо привычного уже для нас напористого мачо попытался и местами убедительно сыграл другого болезненного, закомплексованного, рефлектирующего персонажа, можно считать серьезным авансом и фильму, и самому Педро и Альмадавару. Продолжение следует...